Добрый день зрителям канала SeoPult.TV, меня зовут Елена Бетышо, я руководитель регионального подразделения в диджитал-агентстве «Adventum». Мы продолжаем серию мастер-классов Google AdWords «Продвинутый уровень», и сегодня мы с вами просмотрим мастер-класс «Продвинутая статистика и отчеты». Мы сегодня посмотрим отчеты, о которых знают немногие рекламодатели и действительно немногие по опыту ими пользуются, но эти отчеты очень полезны и, я надеюсь, помогут вам облегчить вашу работу по оптимизации кампаний в Google AdWords. Начнем мы с отчета «Статистика аукционов». Этот отчет дает нам данные об эффективности объявлений, которые участвовали в аукционах вместе с рекламодателями. Чем же полезен такой отчет? Ну, во-первых, он позволяет оценить результаты размещения в сравнении с компаниями конкурентов и также помогает найти какие-то точки роста для ваших рекламных компаний и их оптимизации. И важно помнить, что этот отчет доступен только для компаний с таргетингом на поисковую сеть и для торговых компаний. Давайте посмотрим на показатели, которые есть в этом отчете. Первый, один из самых важных показателей для оптимизации компании – это процент полученных показов. Этот показатель представляет собой отношение количества выигранных аукционов к общему расчетному числу доступных показов для вашего объявления или объявления рекламодателя. Если процент полученных показов небольшой и вы в отчете видите, что он достаточно мал, здесь необходимо уже задуматься об изменениях компании. В частности, можно поменять бюджет, например, повысить ставки как вариант, изменить географический таргетинг или повысить показатель качества за счет улучшения качества объявлений. Более доступные данные, более подробные данные об этом показателе доступны также на вкладке компании, на уровне компании. Для того, чтобы посмотреть детали по этому показателю необходимо добавить столбцы о проценте полученных показов в столбцах показателей конкуренции. Следующий показатель – это средняя позиция. Он показывает положение в рейтинге объявлений, от которого зависит их непосредственное положение на странице уже выдачи, на странице результатов поиска. То есть, например, если вы видите в отчете, что для конкурирующего объявления указана средняя позиция 4, это означает, что его объявление в аукционах и на тех страницах, где также показывалось ваше объявление, занимало, как правило, четвертую позицию. Следующий показатель – степень пересечения. Он показывает, насколько часто конкурирующие объявления показывались одновременно с вашими. Следующий показатель – это коэффициент для следующей позиции. Это процент аукционов, в которых вы участвовали вместе с другим рекламодателем, с вашим конкурентом, но его объявление показалось выше вашего. И еще один показатель – коэффициент показа над результатами поиска. Он показывает, как часто ваше объявление показывалось над результатами органической выдачи. Последний показатель в этом отчете – это процент выигрышей, который показывает отношение к количеству случаев, когда ваше объявление получило рейтинг более высокий, чем объявление конкурентов, либо ваше объявление, например, показалось на странице выдачи, а объявлений конкурента нет, естественно, отношение к общему количеству аукционов, в котором участвовали ваши объявления. Где же посмотреть информацию по статистике аукционов? Для того, чтобы узнать эту информацию, вам необходимо на уровне кампании, либо на уровне группы объявлений нажать кнопку подробностей и выбрать статистика аукционов все, либо только по выбранным элементам. Следующий отчет, который мы посмотрим – это бесплатные клики. Бесплатные клики – это взаимодействие с медийными объявлениями, за которые рекламодатель не платит, то есть медийное объявление может иметь какие-то элементы, при взаимодействии с которыми пользователь, с рекламодателя не будет списываться оплата, а также, например, рекламодатель может не платить за какие-то действия в зависимости от выбранного типа ставок. То есть, если он оплачивает, предположим, за тысячу показов в видимой области экрана, а пользователь при этом будет кликать на объявление, то за клики рекламодатель платить не будет. Однако система Google AdWords учитывает эти действия, например, клики, и в стандартных отчетах данных по ним нет, но можно посмотреть в отчете бесплатные клики, какие форматы и какие элементы медийных объявлений интересны пользователям и как-то оптимизировать их в зависимости от результатов этого отчета. Предположим, если вы видите показатель удержания указателя мыши не менее одной секунды на каких-то медийных объявлениях, вы можете понять, какие именно объявления привлекли внимание пользователей, но, например, принесли мало переходов на сайт, и для того, чтобы повысить количество трафика с этих объявлений, вам необходимо будет добавить призыв к действию, например, какой-то дополнительный элемент, дополнительную кнопку на медийное объявление, который будет выражать более ясный и четкий призыв к действию и побуждать пользователя совершать переход на сайт. Чтобы посмотреть данные отчета бесплатные клики, необходимо зайти в раздел «Быстрая статистика» и в раскрывающемся меню «Вид» выбрать «Быстрая статистика», выбрать «Бесплатные клики». Следующий отчет «Расстояние». В этом отчете представлены данные по эффективности рекламы для пользователей в зависимости от их местонахождения и удаленности от вашей компании. Этот отчет позволяет, прежде всего, оптимизировать гео-таргетинг и оптимизировать настройки ставок в зависимости от удаленности пользователей. Там представлены данные только в том случае, если у вас в аккаунте подключено расширение адреса. Вот пример этого отчета, и если, например, вы видите, вы размещаете рекламу для ресторана, и вы видите, что пользователи, которые находятся в радиусе 15 км, конверсия для них выше, чем для пользователей, которые находятся дальше по километражу. В этом случае вы можете перенастроить рекламные кампании, в частности, вы можете создать отдельную кампанию для тех пользователей, кто находится ближе к вам, с гео-таргетингом в радиусе, либо же увеличить ставки для пользователей, которые находятся в пределах 15 км. Для того, чтобы посмотреть данные отчета расстояния, необходимо также зайти на вкладку «Быстрая статистика» и в раскрывающемся меню «Вид» выбрать «Расстояние». Следующий отчет «Охват и частота показов». Этот отчет позволяет определить, насколько широка ваша аудитория, и какое количество пользователей увидели рекламу какое количество раз. Следует помнить, что данные в отчете достаточно приблизительные, так как учет идет не реальных пользователей, а для оценки используются файлы cookie. И данные по охвату и частоте показов доступны только для кампании с таргетингом на контекстную медийную сеть. Получив эти данные, вы имеете возможность, как рекламодатель, проанализировать, насколько реклама интересна пользователям, и внести какие-то изменения, в частности поменять объявления, либо, например, расширить таргетинги для того, чтобы увеличить охват. Для чего это может помочь в работе? Например, при работе с медийными объявлениями мы часто можем заметить, что CTR впоследствии снижается из-за выгорания аудитории. Используя отчет «Охват и частота показов», рекламодатель может оценить, увеличилась ли частота показов и снизился ли, например, охват, и в зависимости от этого скорректировать ставки. Например, увеличить ставки, чтобы увеличить охват, либо заменить объявление, сделать его более новым, свежим для пользователей, либо также можно ввести ограничение частоты показов в настройках рекламной кампании для контекстной медийной сети. Самое главное, что прежде всего эти данные важны для рекламодателя, цель которых брендинг, то есть для брендовых компаний, которые ориентируются на привлечение как можно большего количества пользователей на сайт, либо на вывод, например, какого-то нового продукта на рынок. До недавнего времени отчет «Охват и частота показов» был доступен на вкладке «Быстрая статистика». В настоящий момент для того, чтобы посмотреть эти данные, необходимо зайти на вкладку «Компании» и добавить столбцы показателя охвата, уникальные файлы куки, средняя частота показов на файл куки, уникальные просмотры и средняя частота просмотров. Еще один отчет, который мы сегодня посмотрим – максимальные изменения. Этот отчет помогает узнать, в каких компаниях и группах объявлений произошли наибольшие изменения и оценить причины этих изменений. Там отображаются компании и группы объявлений, в которых произошли максимальные изменения, то есть увеличились либо уменьшились следующие показатели – клики, расход, клики с конверсиями, конверсии. Но последние два показателя будут указаны только в случае подключения оптимизатора конверсии для компании. И в качестве возможной причины также в отчете вы сможете посмотреть, какие изменения, которые вносили в аккаунт вы или ваши коллеги, повлияли на вот эти вот изменения, на эти колебания показателей. То есть, например, изменение бюджета, ставок или добавление новых ключевых слов. И также эти изменения можно посмотреть в замечательном инструменте «История изменений». А также посмотреть, например, кто из ваших коллег, у которых есть доступ к аккаунту, совершил эти изменения. В течение 30 дней возможно вернуть изменения назад, если вы видите, что они негативно сказались на показателях компании. Но нужно помнить, что кроме тех изменений, которые выполняете вы самостоятельно, на показатели могут также повлиять и сторонние факторы. Например, изменение поведения пользователей в зависимости от сезонности спроса, либо изменения стратегии рекламодателей. То есть, также нужно эти факторы учитывать и их оценивать. Чем полезен этот отчет? Прежде всего, этот отчет позволит сэкономить время тем рекламодателям, которые работают с большим количеством компаний и групп объявлений в аккаунтах. Например, если вы ежедневно мониторите количество конверсий и стоимость конверсии, и сегодня вы зашли и увидели, что в вашей компании значительно снизилось количество конверсий по сравнению, например, со вчерашним днем, а для того, чтобы не тратить время на выяснение, в какой конкретно группе объявлений компании это произошло и с чем это связано, вы можете первостепенно зайти в отчет «Максимальные изменения» и посмотреть статистику наглядно. Этот отчет доступен также на вкладке «Быстрая статистика» в раскрывающемся меню «Вид» необходимо выбрать максимальные изменения. И последний отчет, о котором мы поговорим сегодня, это реклама и обычные результаты поиска. Этот отчет позволяет узнать, как часто и по каким запросам страницы вашего сайта показываются в результатах обычного поиска Google. Эта информация поможет вам сравнить объем рекламного трафика и трафика из результатов бесплатного поиска, а также вы можете оценить изменения и увидеть точки роста, например, увидеть какой-то запрос, по которому на ваш сайт приходят с бесплатного поиска, но он отсутствует в ваших рекламных кампаниях и добавить этот запрос для увеличения количества трафика. Для того, чтобы использовать этот отчет, для того, чтобы он стал доступен, необходимо создать аккаунт инструмента для веб-мастеров по данной ссылке и обязательно связать его с аккаунтом AdWords. И также вот так вот выглядит этот отчет и вы можете добавить в отчет столбцы, ключевые слова, группы объявлений и кампании. По умолчанию они отсутствуют, но для вашего удобства вы также можете их поместить в отчет. Важно помнить при использовании этого отчета, что реклама в AdWords не влияет на результаты обычного поиска. И также таргетинг вашей кампании в AdWords не ограничивает эти результаты, то есть, например, если у вас есть таргетинг на какой-то конкретный город, а люди могут искать вас по всей России и ваш сайт может показываться в результатах обычного поиска в том городе, где у вас нет рекламных объявлений. Фактически может получиться так, что кликов, например, с бесплатного поиска по результатам отчета будет больше, чем кликов с рекламы, хотя процент полученных показов у вас будет 100%. Также данные данные этого отчета, данные по бесплатному поиску, они доступны только с момента, когда была установлена связь между аккаунтом AdWords и инструментом для веб-мастеров. И в данный момент статистика предоставляется по всем доменам, связанным с вашим аккаунтом, то есть какие-то конкретно выбранные домены отдельно посмотреть статистике нельзя, это будет общий результат. Где посмотреть этот отчет? Этот отчет также доступен на вкладке «Быстрая статистика» в раскрывающемся меню «Вид» необходимо выбрать раздел «Реклама» и «Обычные результаты поиска». Итак, сегодня мы узнали о продвинутых отчетах, которыми пользуются далеко не все рекламодатели, и мы узнали, как применять эти отчеты для оптимизации вашей рекламной кампании. Я надеюсь, что этот мастер-класс поможет вам достигать ваших целей, достигать целей ваших рекламных кампаний и также поможет вам сэкономить время на оптимизацию и улучшить ваши показатели. С вами была Елена Бетышо, компания «Адвентум», смотрите наши мастер-классы на канале SeoPult.TV. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!